Вторая книга «Параллепомен». Глава тридцать первая. По окончании празднеств все израильтяне, что собрались в Иерусалиме, отправились в города Иудеи. Они разбили там священные камни, вырубили рощи Аширепа священные, разрушили все до единого капища и языческие жертвенники по всей Иудеи и в землях Вениамина, Ефрема и Моносии. Потом все израильтяне вернулись в свои города и на делы. Языке определил подразделение священников и левитов по их обязанностям – священническим и левитским. Они должны были совершать всесожжение и приносить благодарственные жертвы, совершая каждый свое служение, восхваляя и прославляя Господа у ворот храма Господня. Часть дохода от своего имущества царь отдавал на всесожжение, на утренние всесожжения и вечерние, всесожжения в субботы, на волуние и праздники, как это предписано Законом Господним. Жителям Иерусалима царь повелел выделять долю для священников и левитов, чтобы те могли полностью посвятить себя Закону Господнему. Когда это повеление было народу объявлено, израильтяне принесли множество плодов первого урожая – хлеб, вино, масло, мед и другие дары земли. Они приносили в изобилии и десятину, часть от того, что вырастили на своих полях. Израильтяне и иудеи, жившие по городам иудейским, также отделили десятины от своих стад и овечьих атар и десятину от пожертвований, посвященных Господу, Богу их, и сложили все это в огромные груды. Начали они приносить эти дары в третий месяц, а закончили в седьмой. Когда языки и вельможи пришли и увидели собранные запасы, они возблагодарили Господа и народ его – Израиль. И языкия стал спрашивать священников и левитов о собранных дарах. Первосвященник Азарья из рода Цадока ответил царю. С тех пор, как народ начал приносить дары в храм Господень, мы едим досыта. И еще остается многое, ибо Господь благословил свой народ. Из этих излишков и состоят огромные запасы. Тогда языкия повелел приготовить хранилище при храме Господнем, что и было сделано. Принесли туда без утайки приношения, десятины и пожертвования. Смотрителем запасов был левит Кананья. Брат его Шеми, второй после него смотритель. По повелению царя Языкии и начальника в храме Божьем Азарьи, подчиненными надзирателями при Кананье и братья его Шеми были назначены Ехиэль, Азазья, Нахат, Асахэль, Еремот, Йозават, Элиэль, Исмахья, Махат и Бенайя. Левит Каре, сын Имны, страж при восточных воротах, отвечал за добровольные приношения Богу и распределял пожертвованное Господу и самые священные приношения. Ему подчинялись Эден, Миньямин, Иисус, Шемая, Амарья и Шеханья. Они должны были в городах священнических точно раздавать собратьям своим от мала до велика причитавшуюся им часть. Они выдавали долю на каждого мужчину от трех лет и старше, кто был занесен в родовые списки священников и левитов, и кому предстояло исполнять ежедневное служение в храме Господнем в соответствии с определенными обязанностями и снабжали всех священников, внесенных в родословные списки по их родам, от двадцати лет и старше, и левитов по должностям их и чередам. В эти родовые списки вносились все младенцы, жены, сыновья и дочери всего сообщества священников и левитов, ибо все они с преданностью посвятили себя святому служению. При каждом священническом городе для распределения пригородных пастбищ священников, сынов Аароновых, назначены были поименно люди, которые должны были разделять участки между мужчинами священнических родов и между теми, кто был записан в родословной списке левитов. Так устроил языкия по всей Иудее. Делал он доброе, справедливое и верное пред Господом, Богом своим. И во всех своих начинаниях и попечительстве, о службах в храме Божьем, он, следуя закону и Божьим повелениям, всем сердцем устремлялся к Богу и имел успех. Глава 32. После всех совершенных языки и подвигов веры в Иудею вторгся Синах-Хириб, царь ассирийский. Он осадил укрепленные города, чтобы захватить их. Увидел языкия, что пришел Синах-Хириб и собирается напасть на Иерусалим. Тогда он предложил на совете вождям и военачальникам засыпать источники воды вокруг города. Те согласились и стали ему помогать. Собралось множество людей, и засыпали они все источники и потоки, бегущие по стране, сказав так, «Пусть ни одна капля нашей воды не достанется царям ассирийским». Языкия действовал мужественно. Он заделал проломы в городской стене и построил на ней башни. Вокруг старой городской стены он воздвиг еще одну. Он укрепил насыпь Мело в городе Давидовом и заготовил много оружия и щитов. Он назначил военачальников, чтобы руководить народом, и, созвав всех на площади, произнес воодушевившую их речь. «Будьте мужественны, будьте тверды, не бойтесь, не страшитесь царя ассирийского со всем его полчищем, потому что с нами сила большая. С ним сила человеческая, а с нами Господь, Бог наш. Он поможет нам и Сам будет за нас сражаться». Речь языки царя иудейского ободрила народ. Некоторое время спустя царь ассирийский сена Хериб осадил Лохиш. Там же находилось все его войско. Вскоре он отправил в Иерусалим послов, чтобы те сказали языки царю иудеи и всем иудеям в Иерусалиме. Так говорит сена Хериб, царь ассирии. На что вы надеетесь, оставаясь в осажденном Иерусалиме? Обманывает вас языкия, обрекая на смерть от голода и жажды, когда говорит вам «Господь, Бог наш, спасет нас от царя ассирийского». Разве не Сам Он разрушил капище и жертвенники, потребовав от Иудеи и Иерусалима, чтобы только перед одним жертвенником в Иерусалиме они поклонялись и лишь там приносили жертвы? «Разве не знаете вы, что я и отцы мои делали с народами разных стран? Какие боги, каких народов и стран смогли спасти от меня свою землю? Кто из богов всех этих народов, истребленных моими отцами, смог спасти свой народ от моей руки? Неужели бог ваш спасет вас от меня? Пусть не обманывает вас языкия, не сбивает с толку, не верьте ему. Ни один бог, ни одного народа или царства не смог спасти свой народ от меня и от отцов моих, а бог ваш не спасет вас от меня и подавно». Слуги сена Хериба еще долго поносили Господа Бога и языкию, слугу его. Отправился на Хериб и письма, в которых хулил Господа Бога Израилева, и так поносил его. «Боги земных народов не спасли от меня своих людей, точно так же и бог языкии, не спасет от меня своего народа». Послы сена Хериба громко кричали все это по-еврейски, обращаясь к толпившимся на стенах жителям Иерусалима, желая запугать их и приведя в ужас захватить город. Они говорили о Боге Иерусалимском так же, как о богах земных народов, что изготовлены человеческими руками. Видя все это, царь Языкия и пророк Исаия, и послал Господь своего ангела, и тот уничтожил войско царя Ассирийского, всех его воинов и главнокомандующего, и военачальников. Опозоренный царь вернулся в свою страну, и там, когда вошел в капище своего бога, его закололи мечом его собственные сыновья. Так Господь избавил Языкию и всех жителей Иерусалима от рук сена Хериба, царя Ассирии. От всех врагов сберегал Господь Языкию и даровал ему покой повсюду. После этого множество людей стали приносить дары Господу в Иерусалим и дорогие подарки Языкии, царю Иудеи. И слава о Языкии распространилась среди всех других народов. В те дни Языкия смертельно заболел. Он стал молиться Господу, и он услышал его и явил ему знак. Но Языкия не возблагодарил Господа за проявленную к нему милость, потому что сердце его возгордилось. Разгневался Бог на Языкию, на Иудею и Иерусалим. И Языкия исполнился смирение и раскаялся в своей гордыне, а вместе с ним раскаялись и жители Иерусалима. И потому гнев Господень не обрушился на них при жизни Языкии. Языкия был очень богат и всеми почитаем. Сделал он себе сокровищницы для серебра и золота, для драгоценных камней и благовоний, для щитов и для всякой драгоценной утвари. Кроме того, он построил хранилище для зерна, вина, оливкового масла, стоилы для быков и загоны для овец. Строил он также города. Были у него огромные стада овец и коров, потому что Бог одарил его великим богатством. Это Языкия загородил выход источника Гихон на вершине и отвел его воды вниз к западной стороне города Давидова. За что бы он не взялся, все ему удавалось. Лишь однажды, когда пришли послы от правителей вавилонских узнать о происшедшем на земле знамении, лишь тогда оставил его Бог, чтобы испытать Языкию и открыть все, что скрыто у него в сердце. Остальные события царствования Языкии, его благочестивые дела, описаны в видении пророка Исаии, сына Амоца, и в книге царей Иудеи и Израиля. Языкия почил с прадцами своими, похоронили его в верхней части гробницы сыновей Давидовых. Все Иудеи и жители Иерусалима воздали ему на похоронах великие почести. После Языки царем стал сын его Моносия. Псалтырь Псалом шестнадцатый Молитва Давида Услышь, Господи, мой зов к справедливости, внемли воплю моему, прими молитву из уст нелживых. Приговор мне пусть вынесен будет тобою, твои очи видят все безошибочно. Ты испытал сердце мое, смотрел за мною ночами, и, проверив меня, ничего худого во мне не нашел. Я решил не грешить языком своим. А что до дел человеческих, по слову твоему, не пошел я путями тех, кто насилие творит над другими. Ступаю я твердо по стезе твоей и с нее не сбиваюсь. К тебе взываю я, Боже, ибо ты слышишь меня. Склонись же надо мной и словам моим внемли. Яви мне любовь твою дивную, любовь неизменную, ведь ты спасаешь сильной рукою своей всех, кто в тебе убежище ищет от восстающих на них. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл своих сокрой меня от нечестивых, что на меня нападают, от врагов смертельных, что окружили меня. Ни к милости, ни к сочувствию они уже не способны, устами своими говорят надменно. Они выследили и вот уже окружили меня, стремятся повергнуть на землю, как лев, что жаждет растерзать добычу, как львенок, скрывающийся в засаде. Восстань, Господи, противостань им и повергни их ниц, от нечестивых избавь мою душу мечом своим. Рукою своею, Господи, спаси от людей мира сего, от людей, чей удел, лишь в жизни этой. Ты наполняешь чрево их, едят они из хранилищ твоих, сыты и они, и дети их, и те в свой черед еще что-то детям своим оставляют. А я в праведности смогу взирать на лицо твое, пробудившись, смогу наслаждаться образом твоим. Второе послание апостола Павла Тимофею Глава вторая черпай сын мой силу в благодати, дарованной нам во Христе Иисусе. Все, что слышал ты от меня принародно, передай надежным людям, которые смогут и других научить. Разделяй с братьями страдания их за веру, как истинный воин Христа Иисуса. Помни, ни один воин не связывает себя делами житейскими, если хочет расположить к себе того, кто призвал его в свое войско. И ни один атлет не получит венца победителя, если не по правилам состязается. И еще, земледелец, в поте лица трудившийся, должен первым получить свою долю урожая. Думай о том, что говорю я, и Господь поможет тебе все это понять. А главное не забывай, что Иисус Христос, потомок Давида, из мертвых был воскрешен. Это и есть благая весть, которую я возвещаю. Из-за нее нести мне приходится ныне лишение. В цепи я закован как злодей, но Божие Слово не заковать. Вот почему терплю я все ради избранных, дабы и они обрели спасение во Христе и Иисусе и вечную славу, ибо верно сказано, если умерли с Ним мы, то и жить будем с Ним, если стойки в страданиях, с Ним и царствовать будем, если мы от Него отречемся, от нас отречется и Он. Даже если Ему неверны мы, и тогда остается Он верным. От Себя Он отречься не может. Напоминай людям об этом и настоятельно увещевай их, как перед Богом, не предаваться спорам о словах. Это не приносит пользы, а только приводит слушающих в замешательство. Делай все, что в твоих силах, чтобы предстать перед Богом испытанным, стоящим работникам, которому нечего стыдиться, и который верно толкует слово истины. Избегай неугодных Богу пустых разговоров. Те, кто предается им, все больше и больше будут погружаться в нечестие, а то, что они называют учением своим, будет распространяться, подобно заразе. Таковы и Меней и Филит, далеки они от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают в иных веру. Но неколебимо Богом заложенное основание, твердо стоит оно, и на нем печать, знает Господь своих. И да будет далек от зла всякий, на чьих устах имя Господне. В большом доме не вся посуда из золота и серебра. Есть в нем и деревянная, и глиняная, одна для высокого употребления, другая для обыденных нужд. И вот кто соблюдает себя в чистоте, тот будет сосудом ценным, освященным, полезным хозяину дома, готовым для всякого доброго дела. Беги, похоти юношеских, вместе с теми, кто в чистоте сердца своего поклоняется Господу, ищи неустанно праведности, веры, любви и мира. Бессмысленных и глупых споров уклоняйся. Знай, что они только ссоры порождают, а ведь раб Господень не должен ссориться. Со всеми следует ему быть добрым. Он должен уметь учить и притом терпеливо, незлобливо должен быть готов наставлять кротко и тех, кто ему противится, с мыслью, что, может быть, Бог приведет их к покаянию, дабы познали и они истину, и, опомнившись, вырвались из сетей дьявола, в которой он удерживал их, подчинив своей воле. литер, и литер, литер, и литер.